Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И, вы знаете, вот я не накрашенная сейчас, абсолютно не хочется краситься. Вот голову помыла, и хватит вот сила. Ну, потому что карантин, мы сидим дома, и вот, честно говоря, настроения даже вот нет, честно говоря, вот так вот прям вот, честно говоря, красится. Честно говоря, мое любимое слово, слово паразит. Ну, давайте приступим. Последний раз, когда я выходила из дома, я закупилась фиксиком-прайсиком. И самое интересное, что я купила здесь новинки-новиночки, прям топовые, которые нигде не могла найти. Этого заходила в пару фикс-прайсов, но там ничего этого не было, а мне уже прислали фотографии. Думаю, блин, ну где? На сайте, кстати, увидела в фикс-прайсе, но на сайте нельзя было их заказать, там типа только в магазинах. А в магазинах нет, я думаю, блин, блин. Ну и в итоге зашла, и все там было. Давайте начнем с самого интересного, ну нет, это не самое интересное, но это то, чего не было раньше. Столик! Столик! Столик за 199 рублей. Это вот такой столик, на котором любимый, или может пока бабушка, пока любимого рядом нет, будет приносить завтрак, или я буду приносить ей завтрак. И знаете, я вот ради чего взяла, девочки? Просто, ну понятно, что мне никто завтрак, кроме мужа, наверное, не будет приносить, да, в постель. Как бы взяла ради мечты. Вот просто увидела и думаю, блин, я же так хочу, чтобы мне в постель завтрак приносили. Возьму. Вот визуализация. Просто ради мечты тупо взяла. Он будет лежать, но может он для чего-нибудь пригодится еще. Короче, серого цвета он будет один. А вообще есть цвета голубой, есть розовенькие, серенькие. Один был, один взяла. Смотрите, здесь вот такие две ножки. Раз, ножка, два, ножка. Они болтаются, шатаются. Ну, классно, что он компактный сложил, он как бы не мешает. И здесь их вот так вот мы засовываем. Раз, засовываем, два. И они тогда фиксируются и не ездят. И вот, пожалуйста, вам такой столик, на котором вам приносят все. Вот это, кстати, книжку можно читать, либо планшет положить, да, телефон заложить. А сюда вот уже вкусняшки, сок, там, яишенка, бутерброды, кто что ест утром. Ну, короче, классно. Они чуть под наклоном такие. Мне прям понравилось. Кайфуй. Больше нигде этого не видела. Увидела один стол в одном магазине. Поехали дальше. Очень много новинок. Это бьюти-штучки разные, разнообразные. Давайте начнем. Например, вот такая вот расчесочка. Расческа, в которую можно наносить масло. Она такая, для нанесения масла. Тоже стоит 199 рублей. Красивого розового цвета. Еще есть там, были мятные цвета такие. Я так понимаю, что здесь снимаются вот эти внутренние какие-то полосочки. На них наносится масло. И потом расчесываются. Ну, я так понимаю, что это, наверное, не на сухие волосы, на влажные. В принципе, у меня одна только любимая расческа. И я готова еще экспериментировать с расческами. Да? Надеюсь, что они там хорошие. Вот сейчас, смотрите, розовенькая, симпатичная, большая щетина. А внутри вот такие вот штучки. Сейчас мы их попробуем снять. Давайте попробуем так расчесать. Ну, в принципе, вроде ничего так расчесывает. Но она достаточно жесткая. Я такие не люблю. То есть моя более мягкая, да? То есть вот не очень приятно мне ей расчесывать, да? Но она несет свой функционал. Она не просто расческа, да? Она с такими вот для нанесения масла что-то. Там они где-то снимаются. А, вот, смотрите, они выезжают. Так, они выезжают. И, давайте разберемся сейчас. Они выезжают. И, вот это тоже выезжает беленькая, вот прозрачненькая выезжает. Я так понимаю... Нет, я ни черта не понимаю, куда... Сейчас сломаю нафиг. Куда конкретно масло-то? Смело. А, мы снимаем и то, и другое. Масло мы наносим на вот эти белые штучки. На них написано, что нужно накапать. Типа масло на них капаешь. Потом обратно все это засовываешь и расчесываешь. Ля, я уже треснула одну штуку, пока засовывала. Она у меня треснула чутка. Но... Мама, кустя. Чего? Короче, такая расческа, честно говоря, возможно, она на мокрые волосы. Я могу, если хотите, сделать отдельный обзор на эту расческу, потому что сейчас у меня чистая голова. Естественно, я снимаю видео с чистой головой. Как бы я не хочу сейчас наносить масло, проверять, жирнить свои волосы. Я думаю, что эта расческа... Знаете, если мы хотим волосы, например, намазать полностью маслом, то, наверное, мы наносим на кончики, да, и по длине мы вот так расчесываем с помощью этой расчески. Могу сделать как-нибудь маску из масла и с использованием этой расческой снять вам на второй канал отдельное видео. Напишите под видео, хотели бы вы увидеть такой обзор. Дальше поехали. Смотрите, какая бьюти-штучка. Это ароматизатор... Ой, ароматизатор, господи. Atomizer для духов. 99 рублей. Вообще у меня такой есть. Он другого немножечко как-то вида. Кстати, там были такие. Я покупала их в Duty Free. Сейчас есть такие в Fixed Price. Этот я купила квадратненький, потому что такого не было, черненький. Еще там есть разные цвета и разные формы. У меня такой, знаете, овальненький, длинненький, золотистый, который я покупала в Duty Camp. Там же есть, опять же, золотистые какие-то, там бежевые, серебряные, зеленые, разноцветные. Вот такие есть серебряные, золотые и розовые, и голубые. Я взяла черный, причем они там такие глянцевые, блестящие, а я взяла вот матовые. Короче, смысл, что здесь? Просто духи и добавляем сюда большие духи какие-то. Вот такой черненький. Мне вот кажется, что черный более-менее не облезет. Хотя, кто его знает? Ой, с таким дозатором удобный. Вообще класс. Снимаем. И все это в духи вставляем. Короче, я здесь покажу. И все, и в сумочке носим, и все время пахнем. Вот мне кажется, черный он очень стильный, классный. Прям я довольна. Всего 99 рублей. В Duty'ке я подороже брала, там вообще около 500 рублей они стоили, по-моему. Смотрите, мы вот так вот сюда, в эту дырочку направляем и начинаем так делать. Как видите, у нас уже, это я уже набрала, половинку сюда. В общем, вот, она набралась. Как пшикает, проверяем. О, отлично все. Так, еще я взяла, смотрите, появилась новая маска пилинг, ну пилинг носочки, безупречный педикюр. Я на своем втором канале уже спа носочки сделала, спа ручки сделала. Вот такой пилинг носочки. Смысл здесь в чем? Во-первых, он дешевле стоит, типа 199 рублей, а этот 149, решили, да? Это Корея, я так понимаю, да. И смысл в чем? Что мы делаем эти носочки, а потом, через неделю или в течение недели, они начинают облазить. Естественно, я хочу все это проконтролировать, посмотреть. И видео будет, естественно, не одного дня, что я сняла такая, да, и все. А мы будем прям смотреть, как они облазают потом. Так что это на втором канале будет тоже отдельное видео. Это совершенная новиночка. Так, следующий гаджет, который там я нашла за 77 рублей, это вот такой массажер для зоны вокруг глаз. За 77 рублей, смотрите. Розовенькие есть и зелененькие, два цвета. Подходит для массажа кожи лица, области вокруг глаз, зоны декольте, а также оказывает магнитное воздействие благодаря роликовому элементу из магнита. Вот. Я не знаю, делать ли на это отдельный обзор или нет. Давайте достанем и просто приложим, посмотрим. Результат мы сразу не увидим от такого бьюти-гаджета, да? Ну, не знаю, магнит это или не магнит, давайте проверим. Мам, есть что-нибудь железненькое? Холодненькое. Я прям вот грязная, да, вот это надо? Но оно было запечатанное. Спасибо. Магнит. Магнит. Это реальный магнит. Короче, вот магнитный такой шарик, ездит он здесь хорошо. Можно нанести, я так понимаю, масло или крем, или не знаю, что здесь за советы. Перед началом массажа нанести крем или сыворотку. Ага, масло, значит, не очень хорошо. И все, и все это дело водить вокруг глазиков или вокруг лица. Просто лицо. Могу сделать тоже отдельный обзор. Посмотрим, короче. Вот такой вот бьюти-гаджет, ручка очень удобная, магнит реальный, крутится хорошо. Цвета два разных есть. 77 рублей. Следующий гаджет, не гаджет, бьюти-гаджет, я не знаю, бьюти-штучка, вот. Это вот такая кисть для макияжа. Кстати, в Галамарте такие продавались, только я не помню, почем. Тоже есть розовый, я взяла зелененький, потому что, честно говоря, иногда мне розовый надоедает. 99 рублей, но мне эта кисточка нравится. Ой! И прям, ну-ка, давайте достанем. Да посмотрим. Что я ей буду делать? Смотрите, какая красивая. Нормального качества, в принципе, кисточка набитая такая. Что ей можно делать вообще? Она достаточно жесткая, не мягкая, как у меня. Тебе дать кисточку? Давай. Ну, тогда ты не тусуйся на камере только тут. Иди туда садись. Все, отжали кисточку. Денька любит его блестящее, что-то потрогать. Ладно, поехали дальше. Новиночки, да? Так, еще бьюти-штучка. От морщин появились новые вот такие патчи. Я взяла специально, чтобы сделать отдельный обзор, чтобы посмотреть, не щипает ли что-нибудь там и так далее. Но стоит 199 рублей. Там три вида. Есть от морщинок, есть от темных кругов под глазами. И что-то еще было, я не помню. Я взяла от морщинок, потому что, ну, мимичечки, морщиночки уже у меня есть. 199 рублей и здесь 5 пар. Честно, мне кажется, дороговато. Потому что, вообще, мне кажется, дороговато. Ну, это Япония. Это Япония, не Корея. Ну, вот такие вот пачечки здесь. Ну, какие они внутри и щипят они или не щипят, да? Как они там все проявляют. Потому что одни я купила, а они щипали. Это все на втором канале мы протестим в отдельном видео. Так что добро пожаловать на мой второй канал. Кто еще не подписан, девочки, обязательно подписывайтесь. Ссылка под каждым видео есть. Так, дальше бьюти-гаджет. Ага, бьюти-гаджет. Бьюти-гаджет, ладно, сказала бьюти-гаджет. Значит, покажу вам вот такую щеточку. Вот такая щеточка для умывания. Ультра-мягкие микроворсинки мы сейчас достанем, проверим. Стоит 99 рублей. Ну, что? Достаем эту щеточку, наносим на нее наши средства для умывания, да? И начинаем чистить. Реально мягкие. Согласна, мягкие. Ну, я ее тоже могу протестить. Все равно я сижу дома. Мне нужно что-то на второй канал снимать. Я готова снимать вот такие коротенькие видео, и вам будет легче сразу. Вас интересует щетка? Посмотрели щетку, как, что в процессе работы. Но сейчас я могу сказать, что она очень хорошо набитая. У нее прям очень плотно набитая. У нее действительно очень мягкая щетиночка. Прям очень приятно вот сюда. И мне прям хочется, честно говоря, ей умыться. Вообще, я думала, это какая-то фигня. Да? Думаю, покажу вот так, но нет. Изогнутая ручка такая. Очень даже удобно. Ладно. Да, вот я достаю прям и сразу начинаю к лицу к своему. Надо продезинфицировать все. Ма, где дезинфектор лежит? Я что-то вообще воню. Да, даже дома мы дезинфицируем. Ручки нет-нет. Лиличка. Так, что у нас еще осталось? Еще вот такие бьюти-штучки продаются. Это прессованные маски, таблетки для косметических процедур. Стоит всего 55 рублей. Их здесь, я так понимаю, 10 штук, наверное. Писано или нет? Давайте откроем. Тем более, они многоразового... Многоразового не открывания. Многоразового открывания. Знаете, когда я спешу, я заговариваюсь. А спешу я потому, что здесь ребенок, и он в любой момент может прыгнуть на голову, закричать и стать капризничать. Поэтому с ним снимать не так удобно, но мы снимать должны. Развлекать вас как-то на карантине должны. Вы должны уже знать, что в экспрессе покупать после карантине. Сим-Сим, откройся! Не заставляй меня напрягаться. Так, вот такие штучки. Ну да, их тут 10 штук. 10 или... Ну на, это только не конфетка, не ешь ты. Так, да, их тут 10 штучек. И это прессованные косметические... Маска, таблетка. Но я так понимаю, что в водичку ее насыпаешь. Давайте применение посмотрим. Я могу тоже ее, в принципе, протестить и даже сделать в домашних условиях сыворотку такую, знаете, из домашних каких-то. Яичную, например, или какую-то. Смотрите, достаньте маску, таблетку из индивидуальной упаковки и помесите в небольшую емкость. Добавьте косметическое средство по уходу за кожей лица. Ну давай водичку, давай стаканчик неси. Давай стаканчик неси, бабуля, скажи. Бабуль, налей стаканчик чуть-чуть водички. Маленький. Да, неси стаканчик. Давай, держи. Держи водичку. Держишь? Она чистая? Попей, да. Так, открывай. Стой, стой. Это нам надо. Маме дай, маме дай. Давай сюда. Держи. Бросай сюда. Бросай. Бросай водичку. Бросай. Смотри, что там сейчас получается. Ты видишь? Бабушке отдаем? Смотри, что это? Что это? Подожди, это черная маска. Вот такая. Смотри. Вот такая черная. Давай на маму, смотри на маму. Смотри, это черная маска. На. Черная маска. Скажи, я черный плащ. И следующее, что я купила, это уже не новинка, ой, это игрушка. Ну, это типа игрушка, на самом деле это Дэн не игрушка. 99 рублей. Это такие штучки, я как раз взяла, думаю, Дэнке будет интересно просто даже вот в воде поплескаться с ними. Но вообще это стопоры такие, чтобы не захлопывалась дверь. Они цветные. Их здесь 5 штук. Выглядят они вот так вот. Что это? Это стопоры, Дэн. Мы просто это на дверь делаем, да, и дверь мягко тогда закрывать. Они захлопываются, если сквознячок. Смотрите, какие они яркие, красивые. Мне кажется, по приколу. Дэнка, они из такого еще, ну, материала, что Дэнка может с ними играть, может их кидать. И не страшно, да. И самое главное, он может с ними купаться. А он любит купаться, но у нас все пластмассово, из-за этого может портиться наша акриловая ванна. И я вот подумала, что это как раз тоже можно ванну с собой взять, потому что они мягкие и не поцарапают ванну. В общем, вот такие вот новиночки, вот такие вот вкусняшечки. Обязательно проходите на второй канал, там будут отдельные обзорчики всего. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Освобождаю место для того, чтобы мы занимались другими вещами. Вот. Всем желаю здоровья, берегите себя, своих близких. Сидим вместе дома. И что-нибудь прикольное придумываем. Я попытаюсь вас как-нибудь поразвлекать. Все, пока-пока. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok